Мы поклонимся России, краю дедов и отцов, Говорим тебе спасибо за священный вечный зов С вечной верой в человека, он живет у нас в крови. Вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Мы начинаем сегодня наше общешкольное родительское собрание. И я хочу огласить повестку сегодняшнего собрания. По первому вопросу итоги третьей учебной четверти выступит Солония Яна Олеговна, замдиректора по учебно-воспитательной работе. О профилактике суицида выступит педагог-психолог Парамонова Маргарита Андреевна. Безопасность на железной дороге Шамсудинов Ренат Искакович, замдиректора по безопасности. Далее о работе кружков из тех цих. В 2016-2017 году выступит и представит работу всех кружков Иванова Галина Казимировна, заместитель директора по воспитательной работе. Далее мы предоставим слово у единой школьной форме обучающихся представителям нашего общешкольного родительского комитета. И в конце такая небольшая приятная процедура награждения благодарственными письмами. Вот такая у нас повестка. Я думаю, что все остальные потихонечку будут подходить. И мы начинаем с учебной части. Добрый вечер, уважаемые родители. Хотелось бы немного рассказать вам о вытогах третьей учебной четверти 2016-2018 учебного года. Это была самая длинная четверть. Мы учились 10 недель и 2 дня. У нас аттестовывались в третьей четверти обучающиеся со 2-го по 9-е классы. 10-й и 11-й аттестуются по полуходе. 4 ребенка обучаются у нас на дому. И при этом один из них используется дистанционно-познавательные технологии. Всего на первой ступени обучается 154 ребенка. На второй ступени 167 учащихся. И на третьей 20 возле. Итого в школе 349 обучающихся. Средний процент качества знаний по итогам третьей четверти составил 51,57%. Хотелось бы сразу отметить наших отличников. Это 29 человек. В начальной школе во втором А-классе это Козлева, Анна, Листарова, Анастасия, Михайлова, Татьяна. Во втором Б – Малаян, Рузанна, Пололин, Артем, Харьковский, Александр. В третьем А-классе отличник Тишин, Алексей. В третьем Б – отличники 5 человек. Большой Побладислав, Подольский, Артем, Рыбалкина, Милена, Харькова, Мария и Юркова, Анастасия. В четвертом А-классе 3 отличник – это Архипов, Леонид, Климкина, Варвара, Прудникова, Маргарита. В четвертом Б – 5 отличников. В четвертом Б – Александр, Малиновский, Олег, Новикова, Ирина, Панкратова, Афелия и Соломакина, Вероника. На второй ступени у нас 9 отличников. В пятом А – Козлов, Евгений. В пятом Б – Орешкин, Евгений. В шестом А-классе 2 отличника. Это Климова Екатерина и Козлик Петр. В шестом Б-классе также 2 отличника. Это Русина Екатерина и Свешникова Екатерина. В седьмом Б – Давыдова, Татьяна, Марусина, Любовь. И в восьмом А-классе – это Хасамединов Александр. Всего есть у нас также 10 человек, которые окончили четверть с одной четверкой. В основном это предметы русский язык и математика. Также есть 33 учащихся, которые окончили четверть только с одной тройкой. И при этом достаточно хорошие результаты. Но есть 6 человек, которые не успевают у нас в третьей четверти по одному или более учебным предметам. При этом, кроме учебной части, наши дети участвовали в различных конкурсах, конференциях. Принимали участие в предметных неделях. Проходили у нас в третьей четверти неделя географии, неделя английского языка. Ученица 6-го А-класса Свешникова Екатерина заняла второе место на муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Юных чтецов. Живая классика». Ученик 6-го А-класса Элизиан Саркист стал победителем межрегионального конкурса творческих проектов учащихся студентов и молодежи «Моя семейная реликвия». Ученик 6-го А-класса Козрик Петр принял участие в региональной научно-практической конференции школьников «Шаг в науку». Вообще о всех наших новостях, событиях, мероприятиях, которые проходят в школе, вы можете за всей информацией следить на школьном сайте. Также объявления появляются на нашем школьном портале. Немного хочу сказать, что школьный портал, возможно, вы заметили, испытывает много трудностей в данный момент в работе. Это наблюдается на территории всей Московской области, связано с работой серверов. Но работа ведется, и в ближайшее время нам обещают устранить данные палатки. Поэтому, если были какие-то сбои, оценки могли пропадать, домашние задания не всегда вовремя появляться, это не по нашей вине, потому что в рабочее время школьный портал у нас последние несколько дней практически все время недоступен. Но они рекомендуют еще пользоваться дополнительными приложениями. На школьном сайте также есть подробное описание всех дополнительных функциональных возможностей школьного портала. Если вас они заинтересуют, вы сможете ознакомиться. Сейчас я только их перечислю. Это приложение «Аналитика оценок», услуга SMS и e-mail подписки. Обращу внимание, что некоторые сервисы платные, но e-mail оповещения вы можете подписаться, и на почту вам будут приходить уведомления о новых оценках, домашних заданиях, объявлениях, которые появляются на школьном портале. Это услуга бесплатная. Есть мобильное приложение «Школьный портал», которое также можно установить на мобильный телефон или ваш планшет и пользоваться. Там также есть как платные, так и бесплатные функции. Но оценки домашних заданий – это бесплатный функционал, которым можно пользоваться. Есть приложение «Витрина» электронных образовательных ресурсов. У нас много там различных предметов. Тема активирована. Если вас интересует, вкладка «Приложение», «Витрина EOR». Вы можете туда зайти. Там есть оффлайн или онлайн-задания, которые можно выполнять дополнительно. И для старшеклассников есть сервис ЕГЭ. У меня, в принципе, все. Если есть вопросы, готовы на них ответить. Нет? Тогда спасибо. Здравствуйте, уважаемые родители. Ну, хотелось бы сказать пару слов о наболевшей проблеме в последнее время. Это суициды, это группы смерти, которые у нас распространены в интернете. На самом деле их очень много. И прокуратура, и следственный комитет сейчас очень активно работают на спаилку этих преступников, потому что это уголовно наказуемое преступление, которое совершают против наших детей. На самом деле психологами разработано очень много рекомендаций и мероприятий по профилактике. Но я не буду, наверное, на этом останавливаться. В интернете можно найти много полезной информации. Я расскажу буквально пару слов о том, что если вдруг вы заподозрили, что ваш ребенок может быть в этой группе, то я очень рекомендую вам просто сесть и поговорить, почему связано такое вступление в эту группу. Очень легко, в принципе, отследить. Если вы тоже являетесь активным участником социальных сетей, то это будет очень заметно, что у вашего ребенка изменилось и поведение, и на страницах активно появляются фразы о смерти, меняются фотографии, музыка, да, такого депрессивного характера. Если вы это увидели, если вы это заметили, то не бойтесь обращаться к специалистам, к психологам, к социальным педагогам в школе, к классным руководителям. Возможно, что в этой ситуации мы будем помощниками и решим ситуацию в положительную сторону. Также у меня огромная просьба. Если ребенок с вами хочет поговорить, то оставьте какие-то дела на потом, да, и сядьте и поговорите. Возможно, в этой ситуации это будет самым лучшим профилактическим способом и решением какой-то ситуации. Потому что подростки очень часто стесняются или боятся что-то спросить. А вы самый близкий человек, самый, скажем так, постоянно находящийся вместе с ним дома, да, и вы видите и знаете, и вы лучше всех остальных. Поэтому возможно, что ваше слово будет ему намного теплее, добрее. Поэтому побольше общайтесь со своими детьми. Спасибо. Если у вас ко мне есть вопросы, задавайте, пожалуйста. Я готова ответить. Тогда спасибо. Добрый вечер, уважаемые родители. Небольшая информация. Каждую четверть нашей школы проводятся беседы, инструктажи, классные часы по правилам поведения на дорогах, на железнодорожном транспорте и вблизи него. Сегодня хотелось бы и до вас довести краткую информацию по этому вопросу. Железная дорога, вы знаете, это удобный вид транспорта, которым пользуются миллионы людей каждый день. В то же время ежегодно под колесами железнодорожного транспорта получают тяжелые травмы десятки детей и подростков. Немало случаев травматизма со смертельным исходом. Несчастье в семье пострадавших объясняется не только нарушением или пренебрежением самих пострадавших правилам техники безопасности при нахождении на железнодорожных путях, но и равнодушием, невнимательностью рядом находящихся взрослых людей, то есть нас с вами, которые могли подсказать, остановить, потребовать выполнение этих правил, но не сделали этого. Железная дорога для всех, а для детей особенно, зона повышенной опасности. Но, как ни странно, именно она привлекает подростков для игр, прогулок и забав. Печальная статистика должна насторожить как несовершеннолетних, так и взрослых. Напомните, что только от внимательности и соблюдения строгих правил поведения зависит здоровье, а порой и жизнь. Самой распространенной причиной травматизма на железной дороге является хождение по путям, переход их в неустановленных местах. Я уже не говорю о таком явлении, как зацеперство. Вот в связи с травматизмом несовершеннолетних на железной дороге в целях профилактики и предупреждения происшествий вблизи железнодорожных путей. Напоминаю вам, уважаемые взрослые, соблюдайте сами и учите детей правилам безопасности на железнодорожном транспорте. Не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть вблизи железнодорожных путей. Не проходите равнодушно мимо шалости детей вблизи железной дороги. Вместе с тем помните, любое постороннее вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта незаконно. Оно как раз преследуется по закону и влечет за собой уголовную и административную ответственность. За нарушение правил безопасности детьми ответственность несут родители. И еще, уважаемые родители, многие из вас являются водителями легкового транспорта. Такая просьба, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, подъезжая к школе. Не оставляйте свой транспорт на пешеходном переходе или вблизи пешеходного перехода. Тем самым уменьшая обзор для водителей, проезжающих мимо школы. Оберегая своего ребенка, то есть оставляя свою машину на переходе, вы подвергаете опасности других детей. А следующий такой же крутой водитель подвергает опасности ваших детей. Помните, ребенок учится законам, беря пример самых авторитетных для него людей. То есть с вас. У меня все. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, то я буду готовить. Добрый вечер, уважаемые родители. Дополнительное образование детей – это необходимое условие для разностороннего развития учащихся, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Занятия в одну смену позволяют учащимся полноценно использовать возможности дополнительного образования во второй половине дня. Система дополнительного образования школы представлена сетью объединений и секций, в которых создаются условия для саморизации, формирования и развития творческих способностей и интересов детей разного возраста. В школе функционируют 10 кружков и секций. Из них на платной основе два объединения. Это рукопашный бой и спортивно-барьные танцы. На первом этаже представлена выставка замечательных работ воспитанников кружков. Бисер обретения – руководитель Рудыка Марина Борисовна. Бисер является отличным материалом для занятий на развитие координации и мелкоматорики рук ребенка. Кроме того, такие творческие занятия способствуют развитию художественного вкуса, воображения, математических способностей, абстрактного мышления. Не зря существует выражение, что наш ум на кончике наших пальцев. Нашу выставку спрошает работа кружка «Волшебный мир оригами» руководитель Кручинина Таисия Семеновна. Одним из наиболее приемлемых способов развить у детей творческие способности является искусство оригами. Целью программы кружковой работы является развитие общих способностей детей, которые пригодятся им в жизни и в процессе обучения другим предметам. Воображение, смекалки, памяти, воспитание в детях, целеустремленности, терпения и аккуратности, а также умение работать в коллективе. При систематической работе работа в кружке положительно сказалась на формирование взаимоотношений между детьми. Они научились помогать друг другу. Это доставляет им радость, это полезное и увлекательное занятие для школьников. Воспитанники учителя рисования Старовойтовой Галины Анатольевны удивили всех новыми идеями и своим мастерством. Работы детей представлены на различных конкурсах и имеют призовые места. Это коллектив учащихся 6-го Б-класса. Заняли третье место в окружном конкурсе рисунков, посвященный Дню защитника Отечества. В городском конкурсе «Рождественские кружева» Баби Алина заняла второе место. И Давыдова Татьяна награждена грамотой зрительских симпатий. Аплодисменты! На следующий учебный год планируется открытие кружка «Изобразительное искусство», так как это направление одно из самых популярных среди детей. Именно через искусство, художественное творчество происходит передача духовного опыта человечества, способствующего восстановлению связи между поколениями. В школе функционируют три предметных кружка. Алгебра учит рассуждать, руководитель Ядлова Оксана Сергеевна. За страницами учебника алгебры Щетина Ирина Владимировна и секреты русского языка, руководитель Григорьева Людмила Валерьевна. Основная роль предметных кружков – помочь подросткам делать правильный выбор. Поэтому среди занятий по интересам сегодня чаще всего можно встретить кружки предметной направленности. Еще больше успехов, особенно у старшеклассников, приобретают знания, полученные на занятиях в этих кружках. Девятиклассники и одиннадцатиклассники готовятся к экзаменам, а ребята из среднего звена учатся разбирать более сложные задачи. Кружки пользуются популярностью у учащихся также потому, что уже имеют конкретные результаты работы. Воспитанники кружка «Настольный теннис» руководитель Иванов Игорь Викторович заняли на окружных соревнованиях четвертое место. На протяжении многих лет школьники посещают спортивный кружок «Рукопашный бой». Руководитель Кискин Олег Викторович. Они постоянно участвуют в школьных и районных соревнованиях по боевому искусству и других соревнованиях. Благодаря профессионализму тренера и старанию ребята добиваются высоких результатов. Архипов Леонид. Третье место в областных соревнованиях. Косорухов Максим. Первое место. Лаю Дима. Третье место. Шанкова Любава. Первое место. Шанкова Лада. Второе место. Молодцы! Шанкова Лада. Третье место. 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 Это наша боль, а был компашный бой. Это нам не быть, но компашный бой. Это русский силен бой. Школа рост себе тростила С первоклассных мастеров И России подарила Настоящих мужиков Слава Русского Искусства Кромво по свету идет Слава Русского Искусства К profitable и мальчикам идет Сказай нас, рукопашный бой Силат peaks и боли, рукопашный бой Это наша боль, а рукопашный бой Это нам не бы, рукопашный бой Это русский стиль, рукопашный бой. Сила, рук и воля, рукопашный бой. Это нас на доле, рукопашный бой. Это вам не будет, рукопашный бой. Это русский стиль. Это русский стиль, рукопашный бой. Это русский стиль, рукопашный бой. Сила, рук и воля, рукопашный бой. Это нас на доле, рукопашный бой. Это вам не будет, рукопашный бой. Это русский стиль, рукопашный бой. Это русский стиль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Встречи на пути неисповедимы Будь готов принять брошенный судьбой Вызов на крутой ближний поединок А точнее сказать, рукопашный слой Мало быть тебе честным и бесстрашным Если у него нож великостен Уложи его боем рукопашным Или он тебя в вариантов нет Бой, бой, рукопашный бой Бой, рукопашный бой Бой, бой, рукопашный бой Рукопашный бой В жизни смерть, увы, часто ходят рядом А ворту на плев, словно дождь слепой Но ее теперь глуповать не надо Не она ведет Рукопашный бой Результат не раз в практике проверен И простой секрет в общем у него Побеждает тот, кто в себе уверен Уголов в бою выше мастерством Бой, бой, рукопашный бой Рукопашный бой Мало быть тебе честным и бесстрашным Такие у нас замечательные ребята Воспитанники Уважаемые родители На сцене воспитанники танцевального кружка Спортивно-бальные танцы Руководитель Беликов Сергей Александрович И его помощник Калинин Иван Олегович Используемые формы, методы и приемы Организации музыкально-ритмической деятельности Позволили создать благоприятные условия Для развития эстетического вкуса Обогатить процесс физического И эстетического воспитания в целом Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо! Участники музыкального кружка Руководитель Климова Наталья Валерьевна Принимают активно участие во всех школьных праздниках, окружных конкурсах Вокальное пение, супер-мегастар, две звезды Приятно отметить самые весомые победы в городских конкурсах 21 марта учащиеся наши школы принимали участие в смотре конкурсах Дуэта специалистов и дуэта специалистов и вокалистов фестиваля искусств школьников городского округа Матищи «Солнечный круг» Ученик 2-го Б-класса Пололин Артём стал лауреатом 2-й степени И дуэт учениц 9-го Б-класса Карины Ахматовой и Любавы Шанковой занят в почетное второе место Обучение вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся У школьников обогащается эмоционально-духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать художественно-творческие задачи Воспитывается художественный вкус, развивается воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально значимой деятельности, в художественных проектах школы, в культурных событиях города Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тогда и на земле мы сами сохранимся. Давайте наши души вместе сохраним, Тогда и на земле мы сами сохранимся. Спасибо, ребята, воспитанникам музыкального кружка. А вот ребята из театрального кружка, руководитель Бельгаева Елена Петровна с постановкой «Теремок» участвовали в фестивале искушкольников «Солнечный круг» городского округа Мутищи и заняли второе место. А вчера творческий коллектив выступал перед дошкольниками, и ребятам это очень понравилось. Этюды помогают ребенку осознать себя, посмотреть на себя со стороны, способствуют формированию самоконтроля, повышают уверенность в себе. Вашему вниманию предлагается отрывок сказки «Гуси-лебеди». Встречаем! Как у нас на Руси! Сказки очень хороши! Представление начинается! Сказка хвостик нам является! Усилий детей! Да про добрых людей! Сказку эту русскую! Слушать каждый раз! Предлагаем сказочку! Вам на новый лад! Вы фото! Роди наши дети, и мы рожаем, и мы уже в порядка. Собираем с этой куры на базар! И какой? Мне, конечно, редюцы на палочке, ленты, ручки из какаточки, Распитанные книжки-раскладушки, то есть колоколера подушки, Чтобы спать на них не было сладко. Всех сортов купить и шоколадки, платье современное, приличное, И примерно с этикеткой, с ограничкой. Во мне скейтборд, бильярд, детектив Раскотт Лантьярд, Диски с фильмом Терминатор, база-два и аллигатор, Шарики воздушные, мандарины дружные. Что ж, исполним вас заказ, ждите нас вечерний час, Не смотрите, не шалите, и в порядке наведите. Что-то скучно мне, сестрица, как бы нас повеселиться, Мне сейчас не довесили, где в полном воду. Ну а ты, глядя и паня, порисуй немного. Я не Левитан, не Шишкин, я продвинутый мальчишка. Не нужны твои раскраски, комиксы и чудо-сказки. Глянь-ка, Вань, какие книжки! Только для крутых мальчишек! Что даешь ты мне, сестрица? Симпсоны? Нет, не годится. Из моих сынов вырос я, прекрати смешить меня. Ну, тебе не угодишь! Верь, ты повтори, порчишь! Ладно, извини, сестра, появить включать пора. Ладно, извини, сестра, появится в полном воде. Аленка, выходи, в поле нам пора идти. Песни петь, писать, играть. Не придется нам скучать. Нет, подружки, не могу. Я ведь браться с берегу. Ваня твой влетит в экран. Да, воздушный бой, давай. Да ничего с ней не случится. Ты успеешь воротиться. Что же делать? Как же быть? Как собраться, проследить? Ах, полчаса тебе да. Прибежать успею я. Поддаюсь на уговоры. Не скучай, приду я скоро. Ах, полчаса тебе да. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Что ж, у нас прогляться будет. Должна я в ланюшу вернуть. 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 Ну и ладно, сама зайду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что ты слушаешь, сынок? Не ори, а то весь лоб. Тебя, бабка, не понять, не мешай музон гонять. Ну, конечно, я отстал. Песни нынче все не те. Раньше на заре вставал, запевала в темноте. Так красиво поводила, лешего, сухма сводила. Веселись, пока вонюша. Ладно, съем тебя на ужин. Кто стучит на кровь в дверь? Кто ты, птица или зверь? Это я, а ты, птица или зверь? Это я, а ты, птица или зверь? Так же замерзла я, птица. Законимость будет лица, стоять синяк, не горится. Ой, спасибо за приют. Люди добрые живут. Можно мне у вас погреться? Птица, а для вас еще? Хребца. Ой, спасибо, это кстати. Ты присядь на палате. Суп готовлю на обед. Пригодится мне твой хлеб. Помоги. Почите. А пока чай заварю я. Открою вам один секрет. Смелее мыши, сферы нет. Хоть мы видим, не страшно мы, Но мы самое важное. Не люблю достовидян, Хороших, маленьких ребят. И потому вступаю в бой С коварной папой его. Здравствуй, милая, Алёна. Воеваешь ты, девчонка. В лес пришла, А одна ты ночью. Братца выручить не хочешь? Дай мне, дай мне, девушка. Хоть кусочек, девушка. Ой, спасибо. Угодила. Меня славно угостила. Знаю, ты пришла забрасывать. Надо срочно вам забрасывать. О, не жди, не зельбины. Возвольте, везите. Котелок восьмой. Новый, скорей домой. Как полёдушка дела, Чистишь котелок? Ага. Люблю я детей непослушных, Всегда их встречаю радужно. Приветствую, дураков, Ленивых и простаков. Костолюбляя покушать, Смотри, ребята. Ах ты, мышка варная, Ах, неблагодарная. Ох, беда, беда, беда. Мышка этим помогла. Пусть лебеди сюда Сестра братца унесла, Что же пушить буду я. За девчонки, дети, Срочно в банку мне вернете. Мы летаем хоть куда. Мы быстрее, как никогда. Ты и ревозненько не плачь. Братца мы вернем сейчас. Уважаемые родители, Благодаря профессиональному, Беда, Бубка, Творческому потенциалу ваших детей. Ребята достигают хороших результатов. Спасибо вам за это. Большое спасибо за внимание. Так, ну, на этом, Ребята, давайте выйдем, Поблагодарим их за это представление. Спасибо, молодцы. Молодцы, 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 молодцы. Так, уважаемые родители, Собрание не закончилось. Я прошу всех оставаться на своих местах. Дети, еще раз вам спасибо. Кланяться умеем. Молодцы. У нас еще... Наберитесь, пожалуйста, Несколько минут терпения. У нас еще два маленьких, Совсем маленьких вопроса. Это выступление представителей Общешкольного родительского комитета, Пожалуйста, которых я приглашаю, Буквально на несколько, Две минутки даю вам времени. Добрый вечер. Уважаемые родители, На заседании Общешкольного родительского комитета Приняли решение все-таки Озадачиться общей школьной формой для детей. Речь не идет о том, Чтобы она была совсем одинаковая для всех, Но она должна быть серого цвета, Темно-серая. Для девочек юбки, сарафаны, платья. Для мальчиков брюки, жилеты, бюджеты. В преддверии лета, Когда все будут покупать своих детей На следующий год, Все равно школьную форму, Я думаю, что это небольшой взрыв По бюджету купить тот или иной цвет. Более того, Представители родительского комитета Будут создавать группы, Дежурители на входе в школу, И детей, которые приходят не одетых в школьную форму, Ну, для начала беседовать с родителями. Если мы все вместе решим, Что это нужно делать, Значит, это будет. Если решим, что нет, Ну, я думаю, что каждый из нас Заинтересован в том, Чтобы ребенок, приходя в школу, Чувствовал себя школьником. Когда ребенок приходит в школу, Одетый как на дискотеку или на пляж, Ну, как-то вот это нехорошо Не только для него, Но и для его. Треск-котов. На классиках, на школьниках и так далее. Я очень надеюсь, Что вы поддержите Уважаемые родители, Мы с вами видели, Какими у вас растут здоровые, Успешные, целестремленные, Трудолюбивые, светозарные дети. Нам остается лишь только поддержать Их в этих добрых начинаниях. Одно из этих начинаний, На наш взгляд, Я представляю общешкольный родительский комитет, Который 6 апреля было очередное заседание. Но мы пришли к мнению, Что дисциплинированность на работе у нас с вами, В том числе, должна выражаться и в наших детях. То есть, они ходят в школу, По большому счету, как в свой родной дом. Большую часть времени проходят в школе. И здесь они учатся быть собранными, Быть целеустремленными, Будь трудолюбивыми. И внешняя одежда, Это один из элементов, Который их дисциплинирует, Который их обязывает Относиться более ответственнее, Более, скажем, Водушевленнее, Более заинтересованнее К тому, чем они занимаются. На наш взгляд, Формой этому будет много способствовать. Это внешний вид. И есть еще одно предложение. Это тоже шевроны, Вот разработали Совместно с дизайнерами. Это внешний такой как бы атрибут, Что они принадлежат именно нашей школе. Вы видели, наверное, Во многих школах, Таких элитных, можно сказать, да, Они внешние атрибутики, Там галстучки или еще что-то. Ну вот мы предлагаем Такой некий шеврончик, Нашить может быть где-то, Чтобы дети говорили, Вот мы учимся в нашей Дружбинской 12-й школе. Чтобы они этим гордились. Предлагаем нам всем За это доброе начинание поддержать. Спасибо. И последнее, самое, Я хочу вручить благодарственные письма. Спасибо тем родителям, Которые тратят свое личное время На работу в классном коллективе, Помогают классному руководителю, Помогают школе в различных мероприятиях. И мы не можем последнее наше Общешкольное собрание В этом учебном году не отметить. Шамкова Станислава Валерьевича. АПЛОДИСМЕНТЫ Скопина Владимира Юрьевича. АПЛОДИСМЕНТЫ Передайте, пожалуйста. Шамковой Марины Васильевне. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарственным письмом Награждается Золотова Екатерина Юрьевна. Благодарственным письмом награждается Левина Нина Ивановна Благодарственным письмом награждается Левченко Наталья Александровна Львова Жамиля Равизовна Скопина Анна Александровна Лисичкина Людмила Николаевна Благодарственным письмом награждается Неконорова Анна Николаевна Свежникова Галина Викторовна Фомкина Любовь Валентиновна Маламут Елена Леонида Козлова Светлана Евгеньевна Коршунова Мария Александровна Усманова Наталья Михайловна Козлова Наталья Александровна Рожкова Марина Борисовна Рожкова? Можно, конечно Манукьянс Валентина Апетовна Козырева Светлана Васильевна Аплодисменты Козырева Анна Юрьевна Аплодисменты Конова Оксана Алексеевна Аплодисменты 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 За нами сила предков, а мы светлая рать Под нами матушка земля, над нами благодать За нами сила предков, а мы светлая рать Под нами матушка земля, над нами благодать Над нами благодать Над нами благодать